Здравствуйте, друзья! С вами Алексей Кобелев, и я рад вас приветствовать на нашем канале о здоровом образе жизни и процветании. В этом видео я хочу поделиться с вами информацией о том, какой опасности каждый день подвергаемся мы, используя такие косметические средства, как шампунь, гели для душа, мыло и зубные пасты. Дело в том, что во все эти продукты входит такое ядовитое вещество, как содиум, лорел, сульфат. 99% производителей добавляют этот ядовитый компонент в свою продукцию. Для чего же они его добавляют? Могу сказать следующее. В химической промышленности этот компонент производится для того, чтобы его добавляли в машинное масло, чтобы двигатель изнутри внутреннего сгорания очищался. Также используется в тяжелой промышленности, как средства для удаления машинного масла, различных тяжелых загрязняющих веществ. Так для чего же производители косметических средств добавляют этот токсический продукт в косметику, которой пользуемся мы ежедневно? Для того, что этот продукт сам по себе вызывает активное пенообразование и расщепление жира. То есть просто-напросто он оказывает очищающий эффект. И себестоимость его очень-очень низка. Сходным воздействием обладают много растительных компонентов. Например, мыльный корень, который замечательно пенится, который хорошо убирает жир. Но производителям невыгодно использовать более дорогое растительное сырье. Гораздо проще использовать дешевый синтетический элемент даже в ущерб здоровью людей. Теперь давайте поговорим о том, какое воздействие оказывают содиум лориал сульфат и его производные на организм. Прежде всего это раздражающее воздействие. Открою вам тайну, что в лабораториях ученые используют содиум лориал сульфат и его производные. Такие как лориал сульфат, содиум лориал сульфат натрия и так далее. Используют для того, чтобы у подопытных животных, таких как крыс, кролики, вызывать аллергию. И потом на этих животных тестировать препараты для лечения аллергии. Поэтому, используя шампуни, гели, зубные пасты, мыло с содиум лориал сульфатом, мы подвергаемся прежде всего раздражающему воздействию. Вы можете отметить, что у вас стала более сухая кожа, появился шелушение, зуб, покраснение, возможные очаги аллергии. Но гораздо более тяжелое воздействие оказывает содиум лориал сульфат, когда он впитывается у нас в кровь через кожу или же через ротовую полость, когда мы пользуемся зубными пастами, содержащие данный компонент. Самое первое воздействие, которое оказывает содиум лориал сульфат, это поражение наших глазок, особенно сказывается на детках. Очень содиум лориал сульфат способствует развитию такого тяжелого заболевания, как катаракта глаза. Далее, содиум лориал сульфат вызывает возникновение язв на всех слизистых оболочках. И третье, он способствует онкозаболеванию. Посмотрите, какие тяжелые последствия он вызывает. А в интернете информации об этом компоненте достаточно мало. Ученые говорят, что в малых дозах он оказывает незначительное токсическое воздействие. Но давайте мы с вами включим мозг. Будем ли мы пользоваться зубной пастой или шампунем, где будет незначительное содержание мышика или свинца? Ведь в малых дозах они тоже нетоксичны. Понимаете, сейчас происходит большая подмена понятий. Нам пытаются яд внедрить в пользование. Аргументируются тем, что он в малых дозах, он не оказывает никакого влияния. Это чистая вода ложь. Почему же ученые, почему же фармкомпании не бьют тревогу? Ну, прежде всего, здесь замешаны деньги. Ни одной фармкомпании не выгодно, чтобы люди были здоровыми. Потому что потребление лекарств тогда снизится. А это убытки. Врачи, соответственно, тоже не владеют информацией, потому что, конечно же, у них прежде всего нет времени. И информацию, которую они черпают, они черпают либо из старых учебников, или же из тех брошюрок, которые им преподносят фармкомпании. Поэтому заходите в интернет, ищите информацию. Сейчас ее становится все больше и больше. Распространяйте это видео по соцсетям. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось. Еще вам такой совет. Прямо сейчас зайдите в свою ванную комнату. Возьмите вашу зубную пасту, гели для душа, шампуни. Посмотрите, пожалуйста, есть ли там содиум лауреалсульфат, или лауреалсульфат натрия, или лауреалсульфат натрия. И смело выкидывайте данные тюбики. Теперь, когда вы будете идти в магазин, вы будете знать, на что обращать внимание. Сейчас уже появляются продукты на прилавках, где нет этих ядовитых компонентов. И я хочу призвать вас, как потребителей, проголосовать своим кошельком, своими деньгами за тех производителей косметических средств, которые заботятся о людях, а не о собственной прибыли. С вами был Алексей Кобелев. Подписывайтесь на мой канал о здоровом образе жизни. До скорых встреч. Всех вам благ. Продолжение следует...